Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев, 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 Черкесия В Республике помимо моратория на проверки с 10 марта текущего года были отменены все начатые проверки лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены, а также отменена госпошлина на заявление в рамках получения лицензии. Сроки действия сертификатов и декларации, истекающих до 1 сентября этого года, продлены еще на год. Как мы уже сообщали, центр «Мой бизнес» и социальная сеть «ВКонтакте» запускают программу поддержки предпринимателей по всей России. Она будет реализована в 84 регионах страны, в том числе и в Карачаево-Чикесии. Информацию комментирует заместитель директора оригинального центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Совместная акция «Мой бизнес» и «ВКонтакте» представляет из себя возможность для продвижения товаров и услуг на площадке «ВКонтакте». Суть договоренности заключается в том, что, обратясь в центр «Мой бизнес», люди могут получить промокод для участия в этой акции. Что он из себя представляет? Человек может пополнить личный кабинет расходы на продвижение в нем на 3 тысячи рублей или на 5 тысяч рублей, пополнить свой счет. И в рамках этой акции он получает промокод от сотрудника центра «Мой бизнес» и счет пополняется на аналогичную сумму от взноса. Если он на 3 тысячи пополнил, то 3 тысячи добавляется к его счету в рекламном кабинете. И на 5 тысячи, если он на 5 тысяч, пополнил свой счет. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в оригинальных магазинах, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в числе которых несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Еще раз, 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты республики. Рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Республики Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть, еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным, завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть, можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкий транспорта по номеру телефона 28328. Компания «Карачаево-Черкес-КНР» строит новую электролинию к Хабесскому гипсовому заводу. В ближайшее время это предприятие запустит новый цех по производству гипсокартона, а поможет ему в этом Россети «Северный Кавказ», которая строит для завода новые линии электропередачи, чтобы запитать дополнительное оборудование. От Хабесского до Зеленчукского района на 400 опорах будет протянуто 11 километров проводов. В селе Джага Малакарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берега укрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками, рассказывает глава администрации сельского поселения Рамазан Кубанов. Обратились к главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Тимрезову, который нас однозначно поддержал в этом вопросе, мы очень благодарны ему. И после этого у нас работы пошли. Было сделано огромное количество работ по проектно-смертной документации. Ну, знающие люди понимают, это ни одного дня, ни одного месяца работа. В период летнего оздоровительного сезона в пришкольных и загородных лагерях сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Полицейские рассказывают детям о том, какая опасность может подстерегать их на дорогах и придворовых территориях, как нужно вести себя в автомобиле и общественном транспорте при его движении и высадке из него, а также о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, применении световозвращающих элементов в темное время суток. В ходе капитального ремонта в Центральном парке Республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно XIX века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинская, ныне Черкеска, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Пока что на объекте приостановили все ремонтные работы, рассказал начальник управления ЖКХ мэрии города Сергей Елисеев. Сейчас археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно получится определить, чье это захоронение. И после этого будет принято решение уже о его перезахоронении. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории Центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия, и ряд работ на нем будет запрещен. По словам одного из археологов Андрея Печенкина, делать определенные выводы рано нужно тщательно исследовать находку. Определенно, кто сейчас находится в склепе, еще пока неизвестно. Пока останки не будут извлечены из склепа, пока конкретно ничего нельзя сказать, кто там. В склепе может находиться любой, как это уже неоднократно озвучивалось, что здесь были погребенными 27 человек. На бате Карачаева-Чрикесского государственного университета имени Умара Алиева проходит оригинальный этап федеральной программы «Пространство развития», направленной на вовлечение молодежи в социальное развитие территорий, малых городов и поселений через создание проектных команд. Более 40 человек проходят обучение основам социального проектирования. По результатам оригинального этапа программы «Лучшая проектная команда» получит возможность посетить итоговый форум, который пройдет в октябре текущего года, и выиграть средства для реализации своего проекта. Сегодня свой шестой день рождения празднует оригинальный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В Карачаево-Чрикесе на сегодняшний день насчитывается более 5000 юнармейцев, которых объединила общая любовь к России. Руководство Министерства физической культуры и спорта Республики поздравило участников движения в лице начальника оригинального штаба «Юнармия» Александра Пуля. Желаем всем юнармейцам и их наставникам здоровья и успеха в общественной и военно-патриотической деятельности отмечаться в поздравительном адресе. На курорте Архиз стартовали предпродажи сезонных скипасов на предстающую зиму. До конца месяца их можно купить с 35-процентной скидкой по той же цене, что и в начале предпродаж прошлого года. Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники, в том числе новогодние. В стоимость также входит вечернее катание по освещенным трассам. Таким образом, приобретать сезонный скипас летом выгодно не только тем, кто живет рядом и готов приезжать в любые дни под погоду или настроение, но и всем, кто планирует отдохнуть на курорте Архиз в течение сезона, особенно в новогодние праздники. Сезон на курорте традиционно длится с декабря по конец апреля. Гостям доступно 27 километров трасс разного уровня и 8 канатных дорог, гондольных и кресельных. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, с 30 июня по 3 июля в Дагестане пройдут соревнования «Школа безопасности». Карачаево-Черкесию представят ребята из Урубского района, победители республиканского этапа соревнований «Школа безопасности». Напомним, ежегодные соревнования «Школа безопасности» проводятся для формирования у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепления практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков регионального гидрометеоцентра, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18, в Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 28. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!